Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В оккупированной Западной Армении просыпается вулкан. В Тагаварде царит суета. Мы продолжаем создавать и улучшать деревню. Заявление депутата Западной Армении Гильерма Караманяна. Страны, присутствующие в транзитном коридоре Персидский залив, Черное море, близки к ратификации соглашения. В Армении формируется азербайджанская мирная повестка Бениамин Погосян. Достопримечательности Западной Армении – озеро Лаваш. Большая часть строительства стены на границе Западной Армении и Ирана завершена. Педесталы и исторические камни будут установлены на территории храма Гарни. В оккупированной Западной Армении одна из вторых по величине гор вулканическая гора Хасан начала активизироваться после последовательных землетрясений. Для отслеживания активности вулкана на горе Хасан будут установлены измерительные приборы, которые будут отслеживать движение Земли. Кроме того, будут проведены измерения температуры и газоинтенсивности. Известно, что последнее извержение вулкана на горе Хасан произошло около 10 тысяч лет назад. Об этом в беседе с корреспондентом Арсах Пресс заявил глава общины Тагаварда Олега Рутюнян. «В общине повреждены все здания в результате боевых действий. Полностью сгорело пять квартир. В 75 домах мы поменяли окна, двери и крыши. В результате войны была повреждена общественная школа, где сейчас ведутся ремонтные работы», – сказала Рутюнян. «По словам нашего собеседника, после войны здесь поселилось 18 семей. Все они обеспечены крышей над головой, занимаются животноводством. Все они обеспечены домами, но, конечно же, имеют нужды. Поселок газофицирован, обеспечен электричеством и круглосуточным водоснабжением». 9 ноября 2020 года армяне всего мира были потрясены, узнав, что вооруженные действия, навязанные Азербайджаном и Турцией коренному армянскому народу Арцаха, были резко прерваны навязанным соглашением, дающим согласие на иностранную узурпацию 85% исконной армянской территории, которая с тех пор незаконно оккупирована лицами, совершившими военную агрессию. Этот документ был подписан Республикой Армении, Азербайджаном и Россией. «Как в ходе событий заявил президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, сегодня мы подтверждаем, что это трехстороннее соглашение не имеет никакого влияния на суверенный армянский народ Арцаха». В случае реализации этот крупный проект с геополитическими амбициями мог бы проложить путь к крупному транзитному маршруту из Индии в Восточную Европу, укрепив торговые связи между Азией и Европой, в том числе увеличив экономический и политический вес Армении в регионе. Как сообщили Армен Пресс в посольстве Ирана в Армении, соглашение о транзитном коридоре Персидский залив-Черное море может быть одобрено на следующей встрече в Софии. Этот крупный международный проект, направленный на экономичное соединение портов Персидского залива и Черного моря, Иран выдвинул идею еще в 2016 году. Тогда официальный Тегеран объявил, что все три республики Южного Кавказа будут включены в программу, и одним из путей может стать Армения. Однако хорошо известные события в регионе в последние месяцы показали, что Азербайджан исключен из проекта. Вместо этого республика Армения активно участвует в программе. Статья полностью доступна на нашем сайте. По телевидению Западной Армении политолог Бенямим Богосян затронул одну из самых актуальных тем в республике Армения. Мирную повестку дня, которая, по его словам, больше азербайджанская, чем армянская. Он представил ряд факторов, влияющих на статус Арцаха, подчеркнув, что в 1988 году освободительная борьба Арцаха началась с призывов к объединению. Но затем был выведен в обращение тезис независимости, из-за чего неясно, от кого Арцах хочет быть независимым. Он коснулся возможных региональных изменений, отметив, что в этом случае Иран и Россия могут иметь активное влияние. Одна из достопримечательностей Западной Армении – озеро Лаваш в Карсе является особо охраняемой территорией. Она также пострадала от засухи. Вода в озере Лаваш уменьшилась на 80% из-за засухи. Озеро еще и является местом обитания диких птиц. Уважаемые соотечественники, вы можете посетить достопримечательности Западной Армении и насладиться здесь зимним отдыхом. Стена протяженностью 295 км возводится для обеспечения безопасности границы между Западной Арменией и Ираном, предотвращая незаконную контрабанду. Большая часть работ по модульной стене, которая будет построена на линии границы Ван-Иран, уже завершена. Несмотря на низкую температуру воздуха в Высокогорье, строительство стены продолжается. Из-за холода на границе нет активности, но были зафиксированы случаи замерзания мигрантов. На территории историко-культурного заповедника музея Гарни ведутся работы по благоустройству. По обеим сторонам аллеи, ведущей к храму Гарни, установят 24 базальтовых педестала. Будут установлены камни, имеющие археологическое значение. Фрагменты привезены из разных частей музея-заповедника. Цель их установки – во-первых, показать посетителям, а во-вторых, защитить камни от разрушения. Камни размещаются на территории заповедника-музея с 2018 года, но сейчас есть необходимость увеличить их количество. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!